В джазе, как и на сцене, только девушки. В пятницу в седьмой исправительной колонии прошел областной смотр художественной самодеятельности. В этот раз актрисы местной театральной студии представили на суд зрителей мюзикл по мотивам фильма «В джазе только девушки». Это очень традиционное мероприятие для нашей колонии. И мюзикл тоже традиционный жанр, в котором мы ставим эти областные смотры, конкурс художественной самодеятельности. Это вообще главное событие года художественной самодеятельности УФСИН. Костюмы, декорации, реквизит – все мастерили собственными руками. Более того, каждому танцевальному номеру соответствует определенная цветовая гамма и стиль. А уж замысловатый дизайн платьев и юбок отвечает всем традициям современной моды. Это постановка для режиссера спектакля, а по совместительству хореографа Александры Львовой уже третья по счету. К роли театралов в жизни привыкла так же быстро, как и к ролям на сцене. По словам девушки, театр для заключенных глоток свежего воздуха – возможность хоть на несколько часов оказаться в другой реальности, в которой нет никаких границ и колючей проволоки. На самом деле очень хорошо. Особенно их недостижения, когда они это все выучат, а когда они играют, они видят, как колония реагирует, и люди на них смотрят, хвалят. Это на самом деле кайф. Вот ты играл, и тебе комплиментов столько. Но более-менее у меня все люди творческие на самом деле. Мужчин в колонии нет, а на сцене их несколько десятков. Волосы под шляпу вместо стандартной форменной юбки – брючный костюм. Найти исполнительность на мужские роли, по словам режиссера постановки, труда не составило. А вот актрису на роль душечки выбирали долго. В итоге в Мэрилин Монро перевоплотилась Элла Елисеева. Вжиться в образ героини, как выяснилось, было не так-то просто. Она застенчивая, она мечтательная, она очень хочет такой мир вокруг себя создать, как бы сказать, в розовом цвете. Я, наверное, скорее всего, подстроилась больше. Я к ней вообще ничем, даже рядышком не стою. Сотрудники колонии уверяют – художественная самодеятельность – важный элемент воспитательной работы. Театр помогает заключенным раскрыться. При помощи сцены они начинают заново смотреть на мир, открывают в себе новых людей. Они верят, что, как и на сцене, в жизни каждого ждет свой хэппи-энд.